Вертолёты Вьетнама Сайлент Хантер 4 – Бульс оф Пасифик Симулятор субмарина с кинематографической графикой и целым Тихим океаном в распоряжении Лост Планет – Экстрим Кондишн Колонисты в поисках спасения нашли ледяной мир, но, увы, он оказался занят чудовищами Привет, народ! Это снова Борик и Фак Фак – это программа о компьютерных играх, в которой мы отвечаем на ваши вопросы по прохождению и даём полезные советы Переходим к делу В мире, где царят физические ускорители и двухъядерные процессоры Продукт чешской компании Rake & Grass представляется алмазом-негранённым Речь идёт об игре Jets & Guns Gold Edition – живому памятнику самому себе и жанру в целом Здесь вы не увидите навороченной графики, крутых спецэффектов и какой-либо претензии на нелинейный сюжет Но эта игра способна отнять у вас пару-тройку незабываемых дней Сюжет игры вертится вокруг коварного злодея Xox и его планов по уничтожению галактики Наш герой – отчаянный головорез-наёмник, который не гнушается убийствами в промышленных масштабах вне зависимости от того, кто является целью Будь то мирные жители несчастной планеты, на которую пал его взор Стадо взбумтовавшихся зомби, приведённые на убой статисты для местного телеканала развлечений Или же злодей-маньяк, вздумавший погубить всё галактическое сообщество Творящееся на экране лежит в недосягаемой дали от заявленного рейтинга M Убирайте подальше от экранов стариков и детей, а перед монитором положите тряпочку Вам не раз придётся ей воспользоваться Требования же игры, наоборот, могут поспорить с монашеским смирением Минимальный набор таков Pentium 3-як на частоте 500 МГц, 64 МБ оперативной памяти, 32 МБ видео, а также 100 МБ на жёстком диске Геймплей игры – постоянное движение, причём исключительно вперёд На то он и скролл-шутер На выбор три режима сложности Если для вас игра просто развлечение, то добро пожаловать в Изи Однако, если вы решили целиком заполнить карточку статистики прохождения, то без двух других вам не обойтись Игра состоит из 43 уникальных уровней 270 видов не дающих скучать лихо отстреливающихся супостатов 70 видов оружия с сотнями комбинаций их применения и прочих фишек В общем, есть герзойтись начинающему мяснику Ещё стоит отметить, что игра – музей чёрного юмора под открытым небом и попрание канонов оригинальности Но в то же время она исключительно в плане таланта совмещения клише, в ходе которого банальность становится уникальностью Наша оценка геймплея – 5 баллов Разрешение игры 800 на 600 пикселей может отпугнуть гурманов, смакующих видеоряд той же Lost Planet, о которой мы расскажем позже Но в своей нише Jets & Guns держится бодрячком Почти все объекты в игре, за редким исключением, можно расстрелять и взорвать в целях собственные наживы Пике сбитого крупного противника способно вызвать потрясение игровой камеры Что, по заверению разработчиков, суть – верность голливудским традициям Но не стоит забывать, что на дворе как-никак 2007 год и не каждому придется по душе эдакий экскурс в историю развития графических ускорителей Наша оценка внешних данных – 4 балла Над звуком игры поработали профессиональные музыканты Группы Мэтч не Супре Мэйси и Неки Нули Всего 8 треков достаточно коротких, но тем не менее они идеально ложатся в фон безумия, творящегося на экране Спецэффекты также на уровне Качественный набор взрывов и всевозможных трейлей пушек Наша оценка звукового сопровождения – 5 баллов Jets & Guns – немногомиллионный проект, о котором будут говорить годами Его коробка ценой всего в 30 долларов никогда не окрасится в цвет платины Так оставшись с Gold Edition Но это безусловное событие в жанре смесь таланта, юмора и верности идеологии чистой аркады Наша общая оценка игры – 5 баллов Итак, перед нами 100% тренажер для спинного мозга Ультралинейный, не требующий от игрока никаких умственных напряжений Простой, как пробка, но все же шедевральный в своей простоте Какие могут быть советы в игре, где все сводится к принципу «убей их всех»? Однако Jets & Guns Gold Edition просто-таки утыкан всевозможными фишками для любителей 100% рейтингов Над некоторыми из них мы сейчас и приподнимем завесу тайны Первый вопрос А для чего по игре раскинуты утята? Отвечаем Во-первых, для медалей за найденные секреты А во-вторых, попробуйте не обращать внимания на заверения разработчиков, что бонусов за это нет И увидите, что из этого получится Следующий вопрос Из транспортов периодически упадают контейнеры с кодовым замком Как их взломать? Отвечаем Для этого понадобится устройство Atarix, в котором нужно вводить цифры Красный цвет означает, что введенной цифры в коде нет Желтый — то, что цифра есть, но стоит не на своем месте, а зеленый — то, что надо Останется только подобрать остальные 8 марта 1965 года На территории Южного Вьетнама высадились первые части морской пехоты армии США Американцы привнесли в эту войну не только новые виды вооружения, но и новую тактику ведения боя Отличительной стороной боевых действий армии США во Вьетнаме стало широкое использование вертолетов Вьетнамская компания стала первой войной огромную роль, в которой сыграли именно боевые вентокрылые машины Вертолеты Вьетнама Сюжет игры основан на компании в долине реки Иодранг, проводившейся в ноябре 1965 года Вас ждет детально проработанное реалистичное управление военным вертолетом Возможность занимать различные позиции в экипаже вертолета Командир, пилот или стрелок Справиться с управлением вам поможет режим автопилота Который не требует участия игрока и позволяет наблюдать за событием игры Игра поступила в продажу 15 сентября 2006 года Рекомендуемые системные требования Процессор 3,5 ГГц 2 ГБ оперативной памяти 512 МБ видео А также 2 ГБ на жестком диске Разработчики попытались предусмотреть максимум возможностей в игре Для более интересной игры предусмотрены настройки окружения и реалистичности пилотирования А хардкорные пилоты смогут насладиться реалистичной моделью вертолета Боевать они будут именно с такой непокорной техникой Вам нужно будет не просто научиться управлять машиной Но и ориентироваться на полетной карте Внимательно вслушиваться в радиопереговоры и внимательно следить за землей За геймплей ставим 4 балла, но с минусом Впечатление от игры может подпортить загрузкой миссии по 5 минут Графика в игре достаточно реалистичная Воссоздана местность Вьетнама Все масштабы реальные Модели вертолета воссозданы достоверно Но все-таки чего-то не хватает Наша оценка внешних данных 4 балла Но могли бы сделать и лучше Про озвучку игры сказать практически нечего Если бы игра заинтересовалась первых же минут Если бы она не была такой для нас с вами непонятной Мы могли бы обратить внимание на звук Но мы не любим сослагательных наклонений И можем сказать одно Звук в игре реалистичный Но ничего особенного из себя не представляет Наша оценка озвучки 4 балла В завершении хочется сказать, что игра вертолета Вьетнама Это не совсем удачная попытка симуляции вертолета Компьютерная игра это в первую очередь развлечение И вся реалистичность должна иметь границы Поэтому наша общая оценка игры 4 балла Война штука скучная, жестокая и неинтересная И совершенно не обязательно это все моделировать в игре Все масштабы в игре реальны И вообще эта игра сплошной реализм 20 минут летим от базы до поля боя А там взрывы и мечущиеся по полю точки Где свои, где чужие не разберешь По солдатам стрелять нереально Не попадете Короче, настоящий симулятор настоящих боевых действий Но, конечно же, с недостатками Для тех, кого этот проект заинтересовал Наши ответы на ваши вопросы Первый вопрос А какой размер локации в игре? Отвечаем Район боевых действий Это 6,5 тысяч квадратных километров ландшафта Вы точно не будете стеснены в своих передвижениях Следующий вопрос А можно ли отдавать приказы напарникам? Отвечаем Приказы отдавать нельзя Вместо этого вы можете переключаться Между членами вашего экипажа И управлять ими Следующий вопрос А есть ли какое-нибудь взаимодействие Между разными родами войск? Отвечаем В игре есть координация войск Но повлиять вы можете только своими действиями Наземные службы направляют вертолетные группы А также пехота и другие наземные войска Реагируют на действия вертолетных соединений Смотрите далее Lost Planet Extreme Condition Колонисты в поисках спасения нашли ледяной мир Но, увы, он оказался занят чудовищами Silent Hunter 4 Wools of Pacific Симулятор субмарины с кинематографической графикой И целым тихим океаном распоряжений Смотрите далее Silent Hunter 4 Wools of Pacific Симулятор субмарины с кинематографической графикой И целым тихим океаном распоряжений Lost Planet Extreme Condition Колонисты в поисках спасения нашли ледяной мир Но, увы, он оказался занят чудовищами Мод уже 60 с лишним лет прошло со времен бойни в Перл-Харборе Но та трагедия до сих пор отдается эхом в сердцах наших заокеанских братьев по-разному Небезызвестная Ubisoft выпустила четвертую игру в своей серии Silent Hunter На этот раз посвященную Тихоокеанскому театру военных действий времен Второй мировой Перед нами исключительный пример того, каким должен быть симулятор в своем лучшем проявлении Способный на равных спорить с военными тренажерами Действие игры начинается сразу после злочастного, а для кого-то и триумфального японского налета на Перл-Харбор в декабре 1941 года Игрок отнюдь не герой-одиночка, способный повернуть ход истории на другие рельсы А обычный офицер коих в море тысячи и тысячи Игровой мир с документальной точностью и сухостью копирует события полувековой давности Туда-обратно снуют конвои Ударные группировки из эсминцев, линкоров и авианостов решают, где нанести следующий удар Свободные охотники проводят рейды, по воздуху летают одиночные самолеты-разведчики А эскадрильи бомбардировщиков несут куда-то свой смертоносный груз Выходя на очередное задание, мы становимся невольным зрителем этого грандиозного действа Но если захотим, то можем стать и участником Минимальные системные требования к игре таковы Pentium 4 с частотой 2 ГГц 1 ГБ оперативной памяти 128 ГБ видео А также 4,5 ГБ на винчестере Масштабы игры и возможности самореализации игрока поражают Это воистину целый военный театр Причем далеко ни одного актера Когда вы отплываете от своей гавани То все, что у вас имеется, это короткое задание от командования И полная свобода действий Капитан подводной лодки сродни коперу на службе у Ее Величества Вы можете выполнять задание и отходить на базу Оставаясь в тени своих более инициативных товарищей А можете пребывать в море неделями и возвращаться с таким потопленным тоннажем Что первоначальная цель покажется просто прогулкой на яхте Наша оценка геймплея 5 баллов Движок Silent Hunter 4 благополучно перекочевал из третьей части Однако был значительно доработан в плане спецэффектов и детализации На палубах кораблей матросы изучают горизонт На авианосцах заботливо расставлены истребители Корабли переговариваются с помощью световых сигналов А неспокойный эсминец рыщет прожектором в поисках показавшегося из-под воды перископа Все эти, казалось бы, мелочи — части большого шоу, которые делают каждую секунду игрового мира неповторимой Наша оценка графического наполнения — 5 баллов Музыка в игре неоднозначна В том смысле, что она не всегда попадает в такт игрового пульса Однако вам никто не мешает настроить встроенный граммофон плеера в соответствии со своими вкусами А вот эффекты выше всяких похвал Наша оценка звука — 5 баллов В своей нише у Silent Hunter нет конкурентов Это все тот же непререкаемый лидер Совершенная кинематографическая графика Множество радующих глаз и ласкающих слух деталей Гигантский игровой мир Полная свобода действий и перемещения Что еще нужно от идеального симулятора? Наша общая оценка игры — 5 баллов Серия Silent Hunter — наглядный пример эволюции хардкорного симулятора Вульф Софт Пасифик не стал исключением из правила Что? Профессионалы производят качественный продукт Игра способна затянуть на месяцы, но потребует от вас соответствующей отдачи Вы можете играть, но на любом уровне реализма Но весь потенциал игры раскрывается, когда этот показатель колеблется в районе от 80 и выше Сейчас мы поведаем вам о некоторых тонкостях управления субмариной Полный вперед! Первый вопрос Я проложил курс, но ошибся в вейпоинтах Как их изменить? Отвечаем На навигационной карте слева внизу изображен целый инструментарий Это не просто украшения, а реальные девайсы Среди них есть эластик, которым можно стереть точки и расставить их по новой Следующий вопрос А как правильно терпедировать корабли? Отвечаем Зависит от ваших настроек реализма, но общие правила таковы Корабль-цель должен быть повернут к вам боком А нос лодки градусов на 10-15 отклонен в сторону движения супостата Стрелять лучше с расстояния около 1000 метров Следующий вопрос А обязательно ли самому расстреливать авиацию противника? Никак не пойму Отвечаем Нет, не обязательно Этим может заниматься и команда лодки в автоматическом режиме Но в условиях крупных баталий лучше просто уйти под воду Вы капитан субмарины, а не командир зенитного расчета Человечество давно стремится к звездам Но однажды это стремление перестанет быть простым любопытством И превратиться в жизненную необходимость Земля умирает И тысячи первопроходцев пускаются в опасное путешествие к новому дому Какую цену придется им заплатить за новое пристанище человечества Вы узнаете из экшена от третьего лица Lost Planet Extreme Condition Планету, заросшую густыми лицами и покрытую кишащим жизнью океаном Можно искать вечно и никогда не найти Клонисты остановили свой выбор на куда менее привлекательном мирке Сплошь укутанном льдом и снегом Единственное его достоинство — кислородная атмосфера Увы, планета оказалась занята Ее хозяева — огромные жуки всех форм и размеров Отказались от конструктивного диалога И принялись со звериной жестокостью истреблять поселенцев Но даже в безумном и беспрецедентном по уровню насилия противостоянии Представители гордого человечества умудрились поссориться между собой Теперь сражения на три фронта раздирают планету И вам предстоит пройти длинный путь, чтобы понять Кто же на самом деле прав, а кто виноват Разработала экшен Lost Planet Extreme Condition компания Capcom Которая в скором времени должна выпустить еще такие блокбастеры Как Devil May Cry 4 и Resident Evil 4 Локализации в России пока не ожидается Что интересно, Lost Planet — это игра нового поколения Рассчитанная как на работу в операционной системе Windows Vista С новым десятым DirectX, так и в XP Рекомендованные требования Процессор Core 2 Duo Два гигабайта оперативной памяти для Vista и один для XP А также 512 мегабайт видеопамяти На жестком диске Lost Planet Extreme Condition займет 8 гигабайт С точки зрения игрового процесса Lost Planet представляет собой брутальный TPS Стоящий из 11 сюжетных связанных миссий Вам придется путешествовать по огромным заснеженным картам И сражаться с пиратами, человеческими антагонистами, акридами и колоссальными монстрами Помимо этого авторы воссоздали кошмарную смерть от замерзания Спасти от которой может только термальная слизь 5 баллов за геймплей Благодаря выдающимся технологическим возможностям Природный катаклизм выглядит пугающе реалистично Буран поднимает воздух в непроглядную пелену снега А каждый взрыв превращается в феерическое шоу с клубами густого дыма Фонтанами ледяной пыли и рыжими языками пламени Кроме того, счастливым обладателем операционной системы Windows Vista И видеокарт, поддерживающих DirectX 10 Все это великолепие предстанет в совершенно потрясающем качестве 5 баллов за внешний вид Звучит или даже правильнее сказать Игра хочет, игра на все 100% От каждого взрыва в жилах стынет кровь А жуткие метели и завывания холодных ветров ледяной планеты Ни на секунду не дают вам забыть о том Что ваш персонаж может замерзнуть прямо во время ожесточенного боя Пятерка за звуковое сопровождение Lost Planet могла бы стать очередным крошилом монстров с многомиллионным бюджетом Если бы не история, которая по увлекательности и непредсказуемости Поспорит с лучшими психологическими триллерами Пятерка сегодня получает Lost Planet Extreme Condition В самом деле, хороший получился порт с Xbox 360 Если так пойдет дело и дальше, производители геймпадов для PC могут даже разориться Никаких проблем при управлении с клавиатурой у вас не возникнет И что особенно актуально для персонального компьютера Игра заметно похорошела в плане многопользовательского режима Так что поклонников у Lost Planet предвидится немало Для них наша ответа на самые часто задаваемые вопросы по игре Вопрос Помогите мне Я никак не могу убить гигантского червяка, который вылезает прямо из-под земли Мой герой замерзает так быстро, что червяк даже не успевает его съесть Отвечаем Неподалеку есть место, где стоит робот-трансформер, а рядом с ним бункер На его крыше есть установка с термальной слизью Туда вам поможет залезть так называемый anchor shot, выстреливающая лебедка Пополнив здоровье, садитесь на трансформера и смело отправляйтесь на бой с червяком Обычное оружие не поможет Бегайте из стороны в сторону, пока не наткнетесь на ракетницу, закопанную в снегу Пара выстрелов из этой пушки охладят пыл подземного короля Вопрос Я застряла в том месте, где нужно убить противоуборствующую группировку колонистов Они вооружены ракетницами и взрывают меня одним точным выстрелом Отвечаем! Короткими перебежками от ящика к ящику постарайтесь подойти как можно ближе Используйте специальный прыжок-кувырок, чтобы противник не мог в вас попасть Потом кидайте гранаты и бегите прямо на врага На маленьком расстоянии противники не смогут воспользоваться ракетницами И вы легко расстреляете их в упор, не встретив никакого сопротивления На сегодня это все Меня зовут Борик Ротор, это был Фак Заходите в форум на сайте moos.tv.ru Я и там общаюсь с вами Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.moos.tv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма Пока! Субтитры сделал DimaTorzok